Не лукомодья и не дуб зеленый, а деревня Еленки и столетняя сосна, закрывающая своими иголками четверть неба. Это, чтобы тень была над бойцами, прилегшими здесь отдохнуть. Под сосной для них братская могила. Трое лежат здесь давно, а о пополнении их отряду нашли в километре отсюда поисковики из объединений Огненная Дуга и Наследие. 13 человек из госпитального захоронения. На него поисковики натолкнулись случайно в мае, когда заплутали в Полесье. Нашли полураскопанными. Оказалось, что герои войны ограбили черные копатели. Имена павших известны из архивов. Известно и то, что погибли они 20 июля 43-го года, когда силами батальона 18-й гвардейской стрелковой дивизии бились за деревню Пешково и соседние высоты. Пошли напрямую, без артподдержки. Немножко потом им танкисты помогли. Вот. Погибшие все от оружейно-пулеметного и в меньшей степени от минометного огня. У немцев здесь был заслон. А еще двое. Это боец и медсестра, которая отправилась за ним под пули. Их и тоже случайно нашли поисковики из объединения наследия в окопе в лесополосе у соседней деревни. Сопутствующие были предметы найдены. Ножницы, бинты перевязочные и рядом находился солдат. При солдате была найдена коробочка. По всей видимости, в этой коробочке находились какие-то документы или она больше напоминает коробочка от ордена. Имена тех двоих еще предстоит установить, как предстоит найти несколько сотен других погибших в этих местах при наступлении на Орел. Эта работа уже для следующих этапов вахты памяти. Судя по второму этапу вахты памяти, по результатам этого года, вот на территории Орловской области уже сейчас поднято 776 человек. Павших проводили молитвой по церковной традиции и помянули по традиции народной. И отдали им почести, сообразно военному обычаю и усталу. Огонь! Живые обещали мертвым сюда вернуться. Поисковики уже с другими гробами, а местные власти с новой плитой и табличкой. От того знака, который был здесь раньше когда-то, осталась вот эта звезда. Может тут на суку, где повыше и место ей. Звезды ведь не только падают, но и возносятся, чтобы их обладатель и там был по всей форме. Если эти звезды красные, с флага или пилотки, с погон или из той пустой коробочки. Сергей Быковский, Дуар Чернаускас, телеканал Первый областной.